Срочно выполнив ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация Joomla и WordPress. Здравствуйте, на связи Федор Васильев. Совсем недавно Joomla 3 прекратила обновление. Совсем недавно мы буквально только обновились до Joomla 4. Прошло каких-то 2 года и уже вышла стабильная Joomla 5 версии. В каком направлении они двигаются, зачем они это делают, мне не совсем понятно. Но в этом видео мы с вами посмотрим, что входит в Joomla 5. А самое главное, нужно ли сейчас нам обновляться до Joomla 5. Кому это подойдет. Или мы можем еще оставаться на Joomla 4. Подробности в этом видео. Итак, я сейчас нахожусь на официальном сайте Joomla.org. Статья о выходе Joomla 5 и Joomla 4.4. Joomla 5 вышла 17 октября 2023 года. Сейчас во время записи этого видео 19 октября 2023 года. То есть буквально несколько дней назад на нас свалилась Joomla 5. И давайте посмотрим. Соответственно, все ссылки я прикреплю на своей статье с сайта fedorvasilv.com. Ссылка будет в описании. Перейдете. И там все полезные ссылки на эту статью и на другие полезные я оставлю на своем сайте. Итак, вы, конечно же, зайдете здесь. Сайт этот переведете через браузер Chrome на русский язык. Посмотрите. Вот я сразу вас скорректирую, где вы можете почитать. Какие новые функции есть в Joomla 4? Ну, нет смысла их сейчас читать. Я их все прочитал. Если было здесь что-то интересное, я бы, естественно, это озвучил и показал. То есть я смотрю сюда и вижу, что вышла пятая версия. И ничего интересного здесь нет. Это первый момент. Для кого-то, может быть, здесь что-то будет интересное. Но что-то глобальное, а должно быть что-то глобальное. Потому что пятая версия должна нести на борту что-то революционно новое. Какой-то шаг вперед, большой, гигантский шаг. Какой-то, возможно, новый встроенный компонент. Может быть, конструктор страниц типа Gutenberg, как WordPress или еще что-то. Пока что этого нет. 5.0.0 версия. Может быть, дальше будет непонятно. В общем, здесь вы ознакомитесь. Я лишь скажу важный момент и здесь подчеркну, что здесь, для кого это, нужно ли сейчас обновляться, не нужно оставаться на 4 и так далее. Во-первых, скачать Joomla как? Вот с этой статьи Joomla 5 стабильная версия, 4.4.0 стабильная версия или пакета обновлений. Без VPN здесь качать вы не сможете. У кого VPN бесплатный, слабый, качать очень долго. Поэтому я приложу ссылки на гитхаб, стабильная версия Joomla 4.4. Скачайте вот zip по этой ссылке. Скачайте очень быстро, без VPN. Соответственно, вот эта ссылка на гитхаб, на Joomla 5 стабильную версию, также скачайте чуть ниже. Вот здесь вот zip архив. Вот эта ссылка позволит скачать установочный пакет обновлений, соответственно, ниже. Итак, если мы сейчас, вот мы на Joomla 4 находимся и мы обновимся до последней версии, до 4.4, сама 4.4 версия на борту не несет никаких исправлений. Это только лишь такой мост для плавного обновления. Именно обновления, то есть теперь с Joomla 4 на пятую версию, это будет не миграция, где как бы глобальный такой переход, где, скорее всего, могут возникнуть какие-то проблемы. В данном случае мы можем просто взять и переехать с Joomla 4 как простое обновление до пятой версии. Но учтите, что это мы переезжаем только Joomla. Ваш шаблон, ваши расширения, которые вы установили на сайт, скорее всего, они еще никто не поддерживает Joomla 5. И ваш сайт сломается при обновлении 100%. Поэтому, если вы торопитесь обновиться, вам придется ждать, когда разработчики расширений, которые вы используете на Joomla, официально заявят о том, что они обновили свое расширение до Joomla 5 версии. Тогда, конечно же, вы сможете легко, ну, по крайней мере, как заявляет разработчик, легко обновиться. Как раз ниже вот здесь сказано, что Joomla 4 не несет никаких функций, 4.4 версия. Также нужно заметить, что вы сможете пятую версию установить с PHP не ниже 8.1. То есть сразу готовьтесь на вашем хостинге в настройках PHP поставить 8.1, если у вас ниже, иначе вы даже установить ее не сможете. Также я хочу сказать, из-за того, что говорят разработчики, вы можете не торопиться. Версия будет поддерживаться, версия 4, еще два года. То есть я свои сайты тоже не буду обновлять, исходя из того, что на борту 5. Ничего, в принципе, интересного не вышло. Разработчики будут выпускать заплатки обновлений, релиза безопасности на вашу четвертую Joomla. Еще два года. И параллельно будет обновляться, как я полагаю, пятая версия. То есть когда сроки будут подходить, через два годика, уже все расширения, которые вы используете на Joomla сайте, скорее всего, уже будут поддерживать пятую версию. И вы спокойненько обновитесь без каких-то проблем. Если же вы делаете новый сайт, вот сегодня новый сайт, стоит ли начинать с пятой версии? Все исходит из того, какие расширения вы будете использовать, вы должны проработать план действий. Так как Joomla 5 вышла, я думаю, сейчас пятую версию поддерживают очень мало расширений. Но если список расширений поддерживает пятую версию, которую вы точно знаете, вы будете использовать, и ничего другого вы использовать пока что не будете, вот все расширения, которые вам нужны, они все пятой версии. Конечно же, вы начинаете новый сайт с пятой версии. Я говорю про существующие сайты. Если вы сидите на четверке, так спокойно мы можем сидеть еще целых два года. Также давайте в этом видео я на свой хостинг закинул чистую Joomla 5.0.0 версии. Мы видим, что дизайн даже первой страницы не изменился. Все как в четвертой версии. Все равно интересно посмотреть. Давайте произведем первую установку пятой версии Joomla на хостинг. Что сразу бросается в глаза, что стоит сразу русский. Обычно русский мы ставили в конце. Надо было отдельно его качать, устанавливать. Здесь уже он стоит. И давайте попробуем создать новый сайт на Joomla 5. Параметры сайта. Пожалуйста, заполните поле. Название сайта. Пускай будет Joomla 5. Нажмем дальше. На втором шаге пишем имя, логин, пароль администратора, email. Параметры базы данных нажимаем. Здесь мы вписываем параметры нашей базы данных. Соединяемся с базой данных. Пока что я вижу, что абсолютно ничем не отличается страница установки, как будет это Joomla 4. Далее мы нажимаем установить Joomla. И с чем мы сталкиваемся? Это было описано у них на сайте. У меня на хостинге. Я об этом даже не знал. Должна быть MySQL версия или более новая. А у меня версия используется достаточно старая. И это может стать проблемой. Или, по крайней мере, новых денежных вложений. Дело в том, что на вашем виртуальном хостинге, если вы используете, может быть, неподдерживаемая база данных 8. Как я связался со своей техподдержкой на хостинге Biget, где мне предложили создать виртуальную, а точнее облачную базу данных, где поддерживается MySQL 8. И это стоит самое дешевое 29 рублей в день. То есть, смотрите, если у вас есть хостинг, и уже заранее есть такая база данных MySQL за ту же цену того тарифного плана, который вы выбрали изначально, тогда для вас это будет мягкий переход. То есть дополнительных трат, по крайней мере, не будет. В моем же случае на хостинге Biget мне придется покупать облачную базу данных, чтобы у меня была соответствующая версия, и чтобы я смог установить Joomla 5. Кому интересно, вот как это может выглядеть. Вот на хостинге Biget есть облачная база данных, и здесь есть разные мощные сети базы данных. Это вообще как бы нужно для больших, крупных сайтов, у кого большая база данных тяжелая, с большими запросами. Для нового сайта Joomla, который устанавливаете, ну никак не нужны эти дополнительные траты, я считаю. Это все современные тенденции. Возможно, в других хостингах будет MySQL 8. В общем, у меня вот так, за 29 рублей в день. Сейчас я это подключу. Потом, естественно, после урока я отключу эту базу данных, потому что, ну, я ей пользуюсь, она мне без надобности. Ниже я создаю имя базы данных и пароль, и нажимаю «Создать базу данных». Вот так вот это выглядит, создается база данных. Итак, у меня база создана. Я внес новые данные в параметры базы данных, и вновь нажимаю «Установить Joomla». Так, все устанавливается штатно. Вот перед вами Joomla 5.0.0 версия. Админка, все у нас не русифицировано. Язык, кстати, подходит от Joomla 4. Вот так вот я его установил с компьютера. Language. Вот он здесь появился. Хотя есть там уже новая версия, он предложит обновиться, но для начала и этого будет достаточно. Все, на русском языке теперь все. Как я и говорил, что здесь ничего интересного не вышло, кроме как поддержка самых новых технологий. И то, что вы не установите Joomla на хостинг, если не выставлено минимум PHP версия 8.1 и MySQL 8.8+. Соответственно, фронтальная часть здесь тоже кассе PIA шаблон. То есть никаких глобальных изменений здесь не произошло. В плане дизайна или каких-то расширений здесь новых, дополнительных. Ничего мы здесь с вами, конечно же, не видим. Это был краткий обзор, даже не обзор, краткий взгляд на новую Joomla. На то, что может быть, возможно, проблема на хостинге. Если у вас MySQL не восьмой версии, то это, возможно, выльется в дополнительные деньги. Будем ждать. Возможно, хостеры обновят в рамках тарифного плана базу MySQL. А так, получается, что пока на этом хостинге, на котором я нахожусь, будет мне невыгодно какие-то уроки записывать по Joomla.5. Я буду продолжать записывать уроки по Joomla.4 по понятным причинам. Как только, если вдруг ситуация какая-то изменится, и в рамках тарифного плана хостера они смогут обновить MySQL, тогда, конечно же, уроки пойдут уже на пятую версию. То есть все какие-то расширения дополнительные, естественно, будет смысл записывать на пятой версии Joomla. Надеюсь, для вас был урок интересен, полезен. Я с вами не прощаюсь, и мы очень скоро с вами увидимся в следующих видео. Пока-пока, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok